Давай строить дом, а то наш братец подумает, что мы и правда с тобой леньяем. Ну хорошо, давай. Только быстро. Я все люблю делать быстро. Вот и прекрасно. Примемся прямо сейчас. Историю о трех поросятах, наверное, знает каждый и ребенок, и взрослый. Ведь это одна из самых популярных детских сказок в мире на протяжении многих десятилетий. Теперь незамысловатый сюжет о Нифнифе и Нуфнуфе и Нафнафе стал основой для нового детского спектакля в Щелковском театре. В отличие от своих беспечных младших братьев, старший поросенок обладает завидной предусмотрительностью и дальновидностью. Не пожалев сил, он строит себе настоящий каменный дом, а братья в свою очередь ограничиваются соломиной и деревянной хижинами. И вот когда к поросятам приходит злой и коварный волк, он без труда разрушает жилища младших братьев. Тогда именно дом старшего Нафнафа становится надежным прибежищем для всех трех поросят. Эта нравоучительная история легко и доступно доносит до юных зрителей главный смысл. Никогда не ленитесь и всегда помните о своей семье. Близкие в трудную минуту всегда придут на помощь. Почему «Три поросенка»? Потому что, как оказалось, экранизаций этой замечательной сказки, которую знают все, очень мало. Перед подготовкой этого спектакля я пересмотрел, наверное, все версии, и отечественные, и зарубежные. И оказалось, что даже мультиков всего лишь два-три. Режиссер спектакля признается, личности поросят сказки настолько отличаются друг от друга, что изображать их тем самым демонстрируя разнообразие характеров – одно удовольствие. А волк в этом спектакле является открытым и явным злом, которого в данной версии не воспитывают, а наказывают. Когда волк пытается залезть в каменный дом через трубу, поросята успевают подставить котел с кипятком, куда злодей прямиком падает. Мы его наказываем за то, что он злой. И это, мне кажется, правильно, потому что должно быть добро, должно быть зло. И не должно быть каких-то смешений и подмен. Актеры Щелковского театра постарались сыграть так, чтобы каждый ребенок, пришедший на спектакль, остался доволен. Всем пришедшим маленьким зрителям представление явно понравилось. В этом можно было убедиться благодаря их громкому смеху и ярким эмоциям. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.